Добрый день, уважаемые коллеги! 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 Поехаючи наshelf коллеги! Без Singh, уважаемые коллеги иmonки вbeneцах партвока! Продолжение следует... ...запуск этого чартерного рейса, несомненно, поспособствует развитию отношений между Казахстаном и Испанией и поспособствует именно обогащению туристических связей, которые туристические компании Испании и также Эйрастана смогут дать хорошую оферту, хорошее коммерческое предложение туристам из Казахстана. Продолжение следует... ...мой exitoso con agencias de viaje kazajas y esperamos que ello contribuya a un mayor conocimiento de estos pueblos chartes que se acaban de iniciar. Вчера прошло очень важное мероприятие, встреча с туристическими агентствами из Испании и Казахстана, и надеемся, что это событие поспособствует дальнейшему развитию отношений именно в туристическом направлении. Из Испании, мы хотим передать главные сообщения по поводу ВИС для туристов из Казахстана. Продолжение следует... ...потока туристического потока казахстанцев в Испании стало для нас главным вызовом и привело к успешному результату. Два года назад количество туристов из Казахстана в Испании составляло всего 8 тысяч, но буквально в прошлом году это количество увеличилось до 13 тысяч. Для того чтобы способствовать увеличению потока туристического высоты, в Испании, были приняты посольством Испании необходимые меры, в первую очередь ресурсы, и в связи с этим были открыты два визовых центра в Испании и Казахстане. Hace tan solo una semana se celebró una reunión entre Embajadas y la Asociación de Agencias Turísticas de Казахстан. Y en esa reunión la Asociación de Agencias Turísticas de Казахстан destacó que la Embajada de España era la más rápida en la tramitación de visados en todo Казахстан. Буквально неделю назад прошла встреча посольства Испании с Казахстанской туристической ассоциацией, на которой непосредственно Ассоциация отметила, что посольство Испании является самым быстрым и эффективным в вопросе оформления туристических виз. En conclusión, todo turista kazajo que desea viajar a España, viajará a España sin ningún problema. Y en conclusión, queremos decir, que любой турист, который захочет посетить Испанию, он обязательно поедет и насладится пребыванием в этой стране. Muchas gracias. Большое спасибо. Спасибо большое. Светлана, пожалуйста, вам слово. Добрый день. В первую очередь я хотела поблагодарить пресс-клуб за это приглашение, Travel System, за организацию всего этого проекта, конференции с агентствами и сегодняшней пресс-конференции. И, конечно же, как я уже говорила вчера на конференции с агентствами, на протяжении всей жизнедеятельности компании Terramar Group наша главная мечта была принимать чартеры из Казахстана. И я рада, счастлива, что наконец-таки эта мечта сбылась. Я бесконечно благодарна Travel System, поскольку действительно это очень амбициозный, рискованный проект. Практически в сезон мы его начали осуществлять вместе. И без поддержки со стороны консульства Испании этот проект был бы невозможным. Поэтому еще раз хочу выразить благодарность консульству Испании и лично господину Педро Соса. Также хотела бы подчеркнуть, обратить ваше внимание, что вместе с нами сегодня представители ведущих отельных сетей Испании, делов по туризму Испании. Сейчас у нас в Испании высокий сезон. Их присутствие здесь означает особое внимание казахскому рынку. То есть для них действительно вырваться в этот сложный момент было очень сложно. Все они здесь и они ждут казахских туристов. Я надеюсь, что мы вместе с вами, с агентствами Казахстана, как господин Педро сказал, что все, кто захотят, могут приехать к нам в Испанию. Давайте сделаем так, чтобы все захотели приехать к нам в Испанию. У нас очень красивая, богатая культура, история, природа, страна, замечательные пляжи. Это наша с вами работа, сделать так, чтобы казахские туристы узнали и полюбили нашу страну. Большое спасибо. Спасибо. И можно попросить микрофона? Я бы хотела передать слово господину Октавию Боно и Жисперту. Если можно, да, несколько слов, чтобы он мог сказать о своих впечатлениях, возможно. Большое спасибо за то, что вы нас здесь приняли и мы с вами сегодня этим утром здесь вместе. Господин Октавий хотел бы произнести несколько слов от лица отдела по туризму Коста-Дорадо, одного из ведущих туристических направлений Испании, и также от лица ательеров этой зоны, которая здесь сегодня присутствует, и, конечно же, парк аттракционов Порт-Авентуры. Для господина Октавия Коста-Дорадо – это одна из самых красивых зон всего Средиземноморья. Диспонемос дин территорио muy pequeño en comparación con su país, solo de 3.000 kilómetros cuadrados, y estamos a 100 kilómetros al sur de Barcelona. Всего небольшая территория, Коста-Дорадо – это 3000 квадратных километров. Регион достаточно небольшой, y находится он 100 kilómetros от Barcelona. Pero nuestra actividad turística es muy intensa. Son 146.000 plazas de alojamiento en la zona y 5,1 millones de turistas cada año. No, тем не менее, несмотря на то, что этот регион достаточно маленький, туристический, он очень активный. В зоне находится более… Octavia, me repitas, por favor. 140.000 plazas de alojamiento en la zona y 5,1 millones de turistas anualmente. Y около 5,1 millones de turistas cada año. No sé si estas cifras les dicen mucho o poco, pero me gustaría compararlas con algunos países. Costa-Dorada genera más actividad que países como las Bahamas, como Cuba, como Nueva Zelanda, como Chipre. Solo por citar algunos. Y una parte muy importante de esta actividad es la que se genera en el municipio de Saló, lo que representa el 36% de nuestra oferta y es la capital turística de la Costa Dorada. De hecho, fue la primera población en Cataluña que obtuvo la certificación de turismo familiar y eso explica que el principal cliente en Saló sean las familias. El 43% de los clientes de Saló son familias con niños menores de 13 años. 43% de la actividad turística de la región es el turismo. La certificación de turismo familiar fue la primera en Cataluña y eso explica la especialización de Saló en este segmento. Y en nuestra zona, y voy terminando, uno de los principales recursos turísticos es el Resort Port Aventura. Y, конечно же, una de las principales de la ciudad de Costa Dorada es el Resort Port Aventura. Un parque temático con cinco zonas tematizadas, cuatro hoteles, un parque acuático. Y lo más importante, que es un proyecto que desde hace prácticamente ya 20 años está en funcionamiento y está en constante renovación. Y Port Aventura, este proyecto, que существует уже более 20 años, pero cada año, они постоянно обновляются. Para este año, una nueva atracción, Anchor, con una inversión de alrededor de 10 millones de euros. Y para el 2016, un nuevo espacio, que será Ferrari Land, con una inversión superior a los 10 millones de euros. Y si de todo lo que les he comentado solo pueden o quieren recordar una cosa, por favor, tengan en mente que quizás Costa Dorada es el mejor destino para las familias en el Mediterráneo. Muchas gracias por su atención. Y quedaré después a su disposición, si tienen alguna pregunta o necesitan alguna aclaración más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. где есть и море, то есть побережье, пляж и горы. Это именно то место, где встречаются горы с морем. Также очень стоит выделить и очень богатое культурное и историческое наследие. Очень много среднебековых поселений, которые сохранены в своем оригинальном виде. А также наш посол, наш представитель на весь мир, это известный гений Сальвадор Дали. На территории три музея посвящены этой теме. Также гастрономия. Вообще провинция является центром кулинарного динамизма. На всю территорию 20 мишленовских звезд среди 16 ресторанов. То есть на море это морепродукты, рыба, это мясо отличного качества. И вот сочетание первоклассных повара и продукты хорошего качества. Также, что касается культурной программы, то она разнообразна и насыщена. Всевозможные музыкальные фестивали, концерты, спектакли, фестивали и многое другое. И гостиничный сектор вам предлагает разнообразие, качество, гостеприимство, конечно же, и профессиональность. Постоянно, так как курорт очень знаменит, вообще в Европе его называют жемчужиной средиземноморья. Все делается, все возможное, что для совершенствования, постоянное улучшение оборудования, улучшение предоставляемых для гостей услуг. Также очень много русскоговорящего персонала. И чем же отличается Коста-Браво от других туристических направлений? Она характерна своей аутентичностью. Что такое аутентичность? То есть она настоящая. Многие города, поселения сохранены в своем оригинальном стиле. И она многообразна, она неописуемо красива. Так что я очень рада, что наконец-таки появилась такая возможность напрямую гостям из Казахстана прилетать к нам на Коста-Браво. Приезжайте и добро пожаловать. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы можем перейти к вопросам. Пожалуйста, если есть вопросы, просьба представляться. Микрофон у моей коллеги Сани. Коллеги? Да. А вот еще один есть микрофон. Да, пожалуйста. Добрый день. Нарина Рамазанова, информагентство Бенюс. У меня вопрос к представителям Мэра Станы и Трэвел Систем. То, что визовый режим, то есть упрощается сама система и то, что открыть чартерный рейс, как это скажется на ценовой политике? То есть тур и, может быть, цены на билеты, это будет снижение, либо наоборот? Пожалуйста, можно прокомментировать. Спасибо. Я думаю, я прокомментирую. Облегчение визового режима, к сожалению, никак не связано с ценовой политикой. И ценовая политика определяется стоимостью самого чартера и, соответственно, отелей по выбору туриста. Так как это вообще впервые в истории Казахстана, такой прямой чартерный рейс из Алматы в Барселону, аналогов его не было. То есть были только регулярные рейсы транзитом через Европу, например. И, конечно, с чем-то сравнить очень сложно. Но мы считаем, что ценовая политика с этим чартерным рейсом достаточно привлекательная для наших туристов. И, в принципе, вполне доступная по цене. Благодарю. Еще вопросы? Пожалуйста, коллеги, если есть вопросы. Да, пожалуйста, Юлиана, микрофон. Наверное, у меня вопрос будет к господину Октавию, наверное, к вам, да? По поводу того, что вы рассказывали, если вы что-то запомните про Солол, да? Если я правильно запомнила, то это идеальное место для семейного отдыха. А если все-таки подробнее, не только семейный отдых, что еще интересно? Не pressed. Я вопрос вам Interviewся от Ар 1080p. Солол Корeton. Следующая, как часть Дорода-Кузьма-Кузьма-Кузьма-Кузьма-Кузьма-Кузьма-Кузьма-Кузьма-Кузьма-Кузьма-K specify. Всеектуры, который я думаю, что, Вернал «Кузьмородуз»-Кузьма-Кузьма-Кузьма-Кузьма-Kузьма-Кузьма-Kузьма-Kузьма-Кузьма-Кузьма-Кузьма-К fazla. и другие формулы обычных продуктов туристических disponibles на Коста Дораде. То есть это римский город очень красивый. Кроме того, виноделия, это знаменитый, например, виноторос, я думаю, все вы знаете, знаменитый погребаторос находится на Коста Дораде. Ну и, конечно, другие винные хозяйства тоже. Барселона недалеко. Ну и, конечно же, Портавентура, это дополнительная, это примечательная зона. Solo una cosa más, les hemos dejado unos catálogos en el que, en síntesis, describimos con más detalle el conjunto del destino. Pero como solo tenemos un par de minutos, hemos intentado sintetizar mucho. Господин Octavia говорит о том, что они оставили каталоги, вот вы можете посмотреть, на столе лежат, где полная информация о регионе, поскольку у нас время было ограничено, бы хотел бесконечно рассказывать о зоне Коста Дораде, но, увы, не можем. Поэтому приглашаем вас, ознакомимся с содержанием каталогов. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Можно также к сеньору Октавио вопрос по поводу парка Портавентура? Извините, а давайте спросим непосредственно представителя Портавентура, она здесь, Альва. Я просто не знала. Это, наверное, госпожа Басоры. Вопрос для представителя Портавентуры. Попроса для Альва, как репрезентанта Портавентура. В чем принципиальные отличия, например, от аналогов того же самого Disneylandа в Париже, либо в других каких-то странах. То есть особенности именно парка Портавентура. Спасибо. ¿Qué diferencia existe entre Портавентура и sus аналогов como Disneyland Paris, por ejemplo? ¿En qué su diferencia? Bueno, la primera diferencia es que estamos situados en una situación privilegiada, en frente de la playa, en la costa d'Orada. ¿Me oyes? Ну, наверное, первое отличие в том, что Портавентура расположен в солнечном, красивом месте на берегу моря, costa d'Orada. И, segundo, климат, por supuesto. И климат, конечно. Además, bueno, quizás, con respecto a Disneyland Paris en concreto, es muy para niños, y nosotros ahora tenemos un producto completo, con Césamo Aventura para niños, el resto del parque para adultos, para niños que no les gustan las atracciones, tienen todos los shows, la tematización del parque. Bueno, y, кроме de lo que, например, si hablamos sobre Disneyland Paris, primero, es para niños, 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 5 temática zonas, отдельная zona para niños, Césamo Aventura. Y, кроме de eso, si a alguien que no les gustan las atracciones, hay que siempre sepan las notificaciones de las programas en el parque. Y en este año, dos clientes, también se espera el Cirque du Soleil. Y, por último, con todas las inversiones y proyectos, que tenemos, que realmente tampoco nos comparamos con ellos. Podemos decir, que somos el mejor resort temático de Mediterráneo. Y, por último, такую же возможность посещать этот parque, y, por último, y, por último, такой загрузки не будет, y, por último, 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 y, en el año, y, por último, y, por último, y, por último, Изначально данный рейс запланирован был как чартерный, все зависит от возможностей, от предложений туроператоров, но пока на следующий год планов нету продолжать регулярный рейс, но все зависит от туроператоров. Если они согласятся на наши условия, то мы открыты к рассмотрению предложения. Спасибо, Тлек. Пожалуйста, еще вопросы? Пожалуйста, коллеги. Неужели нет больше вопросов? Пожалуйста. Мы вам дадим приз, как журналисту, который задает много вопросов. У меня вопрос ко всем снова. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то, может быть, не акции, но какие-то бонусы в виде каких-то там программ, может быть, специальных? И еще второй вопрос. Сейчас, как было уже сказано, самый сезон туристический, самый насыщенный. Самое популярное направление у казахстанцев, могли бы вы сказать? И существует ли уже статистика? Сколько там слетало? Куда? Спасибо большое. То, что касается испанского направления, Барселоны в частности, по данному рейсу у нас периодически появляются спецпредложения. И вот на данный момент, так как рейс буквально мы только запустили и буквально недавно начали продажи, у нас, конечно, очень много различных спецпредложений и очень привлекательных по цене. То, что касается туристического сезона в Казахстане, конечно же, первым направлением является Турция уже который год. За этот год еще статистики нет, но за прошлый год где-то ориентировочно 200 тысяч человек из Казахстана посетило Турцию. Я надеюсь, что через два года мы к вам приедем, и у нас 200 тысяч посетят Испанию. Спасибо большое. Если вопросов нет, я думаю, что на этом мы можем завершить нашу пресс-конференцию. Спасибо нашим уважаемым участникам. Спасибо вам, коллеги, за проявленный интерес к нашему мероприятию. Ждем всех в Испании. Спасибо.